Программа «Коктейль» представляет новая хорпица. Абсолютная якость. 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 У-а-а-а-а-айко-айко У-а-а-а-а-а Девочка-студентка Девочка-студентка-сладкая конфетка. Сладкое любят не только девчонки, а и мальчишки. Конфетки – так называлась субботняя вечеринка в клубе «Саксон». Самое сладкое событие ночи – это выступление Насти Каменских, которая в последнее время работает в стиле R&B. Она задержалась всего на часок, но главное – приехала. В отличие от другой коллеги, известного рэпера Потапа, которого все ждали, но так и не увидели. Вместе с ним Настя записала песню «Клип без любви», которые довольно популярны у поклонников этого стиля. Кстати, в скором времени Потап и его субпродюсер Напильник собираются создать сборный проект R&B «Империя», который объединит 8-9 исполнителей R&B. Без твоей любви птицы не поют, клубы не танцуют, пацаны не пьют. Море не бушует, реки не текут, смотри, все остановилось без любви. От сегодняшнего вечера ожидаю обычной эйфории от клуба «Саксон», потому что на самом деле здесь всегда теплая атмосфера, встречают хорошо, и нормально относятся к постоянным клиентам, очень любят людей, которые относятся к клубу уважительно и хорошо. Но пока звезда добиралась к поклонникам в «Саксон», всех развлекала до сели неизвестная нам ведущая Катя Полу, она же диджей на народном радио. Сегодня здесь собраны абсолютно все самые сладкие девушки города в стиле R&B, не только на самом деле, сегодня здесь самая прекрасная половина человечества, которую можно назвать конфеткой. Диджей – девушка, леди, диджей – девушка. У руля сегодня с великобретом тоже я девушка. Точно так же сегодня просто настоящая сладость для всех мужчин, и не только для мужчин Настя Каменских. И вот она была самым главным, на самом деле, представлением, сюрпризом для всех наших гостей, подарком. Всем известно, что когда сладкого много, это вредно, но не в случае с коктейлями и женской красотой. Бармены работали без перерыва, пока не появилась главная конфетка этой пати. «Какая разница, что нам нельзя, какая разница, что я тебя не предам, мне просто нравятся твои глаза, моя любовь, небо, цвета». «Я не люблю сейчас гулять по клубам. У меня какой-то, я вам честно скажу, у меня был такой год назад, я, ну, гуляла, очень, ну, так, могла пойти в клуб, а сейчас для меня, может быть, раз в полгода я могу зайти в клуб и то только со своими друзьями. То есть это в первую очередь только работа». Поклонники от Насти в восторге. Только вот в ее глазах слегка заметна грусть. То ли от того, что нет рядом Потапа, то ли потому, что каждой конфетке необходима красивая упаковка. «Без твоей любви птицы не поют, клубы не танцуют, пацаны не пьют». Программа «Коктейль» представляет «Нова Хорпица. Абсолютная кисть». Привет! И кто сказал, что зимы не будет? Вот она, снежная, морозная, солнечная и веселая. Самое лучшее время для горячих коктейлей и горнолыжных удовольствий. За всем этим «Коктейль Плюс» отправился в Карпаты, на курорт Буковель. Конечно, после заминок в новогодние праздники репутация Буковеля слегка пострадала. Но нужно отдать должное. Все быстро исправили. Даже погоду. Девчонки и мальчишки, а также их родители, дружно отправились покорять горные вершины и заново праздновать Новый год. Картинка вокруг поменялась кардинально. Подъемники работают исправно, радует глаз ослепительная белизна. И к концу месяца планируют открыть все трассы. Больше нет шума строительных машин и недовольных людей. Хотя строительство на этом не заканчивается. Впереди спа-центр, две многоярусные парковки, новые шале и так далее. А что касается еды, то уже работают два фестфуда – «Обжора» и «Бугель», где все быстро, вкусно и недорого. Также бар «Панорама», «Колыба», ресторан «Казачок» и «Филичита». Но самое козырное месторасположение занимает, конечно же, ресторан «Казачок». Из-за чего, видимо, там все и расслабились. Конкуренции рядом нет, поэтому обслуживание неторопливое. Еда оставляет желать лучшего, а улыбок от персонала не дождетесь вовсе. «Филичита» же расположена на въезде в «Буговель», далековато от рецепции. Но зато при любой наполняемости зала официанты быстро и с улыбкой обслужат, а кухня пальчики оближешь. Такой пиццы ни в Киеве, ни в Италии не попробуешь. И никто не скажет вам с упреком после часа ожидания стакана соком. Ну что, вы не видите? У нас полный зал. Лыжники – народ активный, веселый и экстремальный. Многие утверждают, что в какой-то степени любовь к лыжному спорту – это болезнь. Вот так в 2000 году один из идейных вдохновителей горнолыжного курорта «Буговель» Александр Шевченко впервые встал на лыжи и заболел. Да так, что через три года в Украине появился курорт «Буговель», не уступающий европейским стандартам. Вот так в одном коктейле соединились увлеченность, патриотизм и профессионализм. Зачем вы гордитесь? Самый быстро развивающийся в мире курорт – мы. Самые большие инвестиции в горнолыжные бизнесы в все времена. Мы сегодня построили подъемников столько же, сколько вся Россия вместе взятая в одном селе. Поэтому, в принципе, я считаю, что мы достаточно много уже чего достигли, но мы не останавливаемся, мы продолжаем развиваться дальше. А в чем преимущество перед европейскими курортами? И бывают ли у вас иностранцы? Ну, иностранцы, безусловно, бывают. Где-то процентов 20 – это иностранцы. В чем преимущество перед европейскими курортами? Многие европейские курорты строились очень долго и хаотично, не было системного плана. Мы вам показывали макет, там это системный план, который дает нам возможность правильно, динамично развиваться. Не нужно строить 150 подъемников, нужно построить ровно столько, сколько надо. И главное, чтобы один подъемник обслуживал много трасс. То есть все они были связаны, все они были логистично как-то построены. И соответствовали той пропускной способности, на которой рассчитан курорт, ни больше, ни меньше. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Конечно, новые трассы, рестораны, снег и улыбки на лицах отдыхающих значительно поднимают настроение. Но для меня самой приятной новостью оказалось открытие ночного клуба «Бугель» и неплохая коктейльная карта. За день лыжники так выматываются, что вечером с удовольствием падают в нежные объятия «Морфея». Но не все. Для самых стойких и веселых, а также для тех, кто просто не катается на лыжах, открыли ночной клуб «Бугель». Откровенно, клуб неплохой. Правда, нужно откорректировать музыкальные дела. Что касается дел петейных, с этим все более чем хорошо. Бармены отлично знакомы с рецептами всех классических коктейлей и всегда готовы придумать и предложить что-то новое. Практически все необходимое есть. Главное место в обширном меню, конечно, занимает Вейпи Хортица, постоянный партнер курорта «Бугавель». По словам барменов, напиток абсолютного качества здесь предпочитают пить в чистом виде. Что ж, а для нашей программы Костя приготовил коктейль «Рассвет Эль Коко». Ром белый, ликер белый какао, малибу, ананасовый сок и сок сицилийского апельсина. Интерьер стандартный. Просторный танцпол, плазмы с вечным фэшн-ТВ, большой бар несколько шестов, цвета серый, красный, черный. Очень уютный Вейпи-зал, диванчики, много подушек, зеркала и, главное, можно регулировать уровень звука. Людей этим вечером было немного, но я уверена, что как только у всех студентов закончатся сессии, зимние праздники продолжатся именно здесь. Иногда выпить коктейль хочется не в свете неоновых огней, а в спокойном лаунж-баре, где ночь тает так же нежно, как пенка в чашке с капучино. Ну что ж, ночь догорает, а расходиться не хочется. И вроде атмосфера лаунж-бара убаюкивает, а песни все льются рекой. Видимо, горный воздух заряжает энергией и бодростью. И от одной мысли, что завтра снова кататься, не ведая преград, хочется пить. Ну что ж, наш телевизионный коктейль подошел к концу. Увидимся, как всегда, ровно через неделю на пятом канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!